к отчёту о работе Московского городского научного общества в 21-м году. Я второй год, второй раз подряд делаю похожие отчёты, они разные, конечно, но делаю отчёт. Мне кажется, что это очень полезная на самом деле тематика, оглянуться, посмотреть, что сделано, что мы достигли, вот, потому что мы делаем много, и, в общем-то, достижений более чем достаточно, есть чем похвалиться. Вот, поэтому давайте мы приступим к нашим баранам. Так, что-то у меня сразу сбился слайд, точнее его нет, и что? Вот первый слайд, давайте попробуем другой кнопочкой. Второго слайда у меня нет, но у меня нет. Так, легкий технический перерывчик. Сейчас попробуем восстановить. Ну, у меня, как всегда, первый слайд это... Ещё раз пробуем? О! Сообщение о конфликте интересов. Данная лекция, естественно, никем не спонсируется, кроме Московского городского научного общества терапевта, да и я являюсь, как вы знаете, наверное, председателем правления. Я хочу сказать, начать, что взаимоотношения с Магнотом у меня сложились давнишние. Вот перед вами издание 1908 года, и вы видите, там написано, члены общества, которые сдали членские взносы в 1907 году. То есть это больше 100 лет назад. И вот я специально подчеркнул Кизельштейн Самуил Исаакович, это мой прадед, врач. Павлович, мы считаем наше поколение от него. Это пятое... Сейчас Андрей Павлович. Это пятое поколение врачей в нашей семье и пятое поколение врачей в нашем московском терапевтическом обществе. Мне удалось найти его выступление даже, хотя, к сожалению, известно мне про него очень мало. Он был владельцем или соучредителем кооперативного медицинского центра в районе метро Новокузнецкое сейчас. Здание стоит, магазин меха когда-то был, я сейчас не знаю, что там. Вот. Ну, в общем, как бы вот с тех пор мы и взаимодействуем. Интересно, вот один из моих сыновей нашел в Ленинской библиотеке, где опубликован устав Московского терапевтического общества, тогда это называлось Московское терапевтическое общество, при императорском московском университете оно было. Вот. И там в этом уставе мне очень понравился его круг деятельности. Ну, заседание общества, издание медицинского журнала или газета, отчетов, командирование врачей на съезды и конгрессы, устройства медицинской библиотеки и музеев. С этим у нас как-то не очень пока хорошо. Дальше учреждение стипендий для лиц, обучающихся врачебным наукам, и устройство лечебницы для приходящих больных. Чтение лекций, как популярных знакомящих публику с требованием современной гигиены, так и специальных для лиц, желающих ознакомиться с той или иной, другой специальностью. Ну, вот у меня здесь этот пункт Г, да, или Е, я не вижу, Е, наверное, да, устройство лечебницы для приходящих больных меня очень порадовал. Потому что именно развивая это направление, мы сегодня с вами и будем обсуждать нашу деятельность. потому что мы действительно в этом в последнее время сделали нечто подобное, ну, конечно, на совершенно других основаниях, но, тем не менее, это все есть. Значит, я когда-то к 140-летию обществу делал уже доклад по тому, чем занимается общество, чем занималось общество в эти 140 лет. есть публикация отчетов, поэтому мы можем посмотреть, что было. Ну, вот, например, дважды о канализации Вены и Москвы. Казалось бы, какая тема имеет отношение к терапевтическому обществу? Что самое прямое? Дело в том, что самое большое количество спасенных в 20 веке жизней связано не с пенициллином, как многие думают, а с канализацией. Устранение кишечных инфекций это самая большая победа в мире над инфекционными болезнями. Да, это чистая вода и канализация. Инфекционные заболевания постоянные. И вот с начала 2000-х годов мы регулярно, многократно обсуждали респираторные инфекции, кашель. В 2011 году мы сделали рекомендации по гриппу H1N1. В 2020 году у нас вышли рекомендации по терапии ДВС при респираторных инфекциях. Мы обсуждали боррелиоз, мы обсуждали, куда делся ревматизм. Сейчас вот только что буквально мы выложили, и она прошла в сентябре. Лекция академика Малеева. Ну, в общем, это как бы тема не номер один, а может быть и номер один. Очень много казуистических сообщений об отдельных заболеваниях, разговора об отделении нозологических форм. Я хорошо помню дискуссии по международной классификации болезней, когда Валентина Александровна Насонова с Виктором Викторовичем Емсером едва не подрались. Это два очень спокойных человека. Очень спокойных, если их кто-то вообще помнит и видел интеллигентных. Но дискуссия была настолько острая, что там просто клочья летели. Ну, Андрей Иванович все время обсуждал гемобластозы и согласия свои с международными подходами. Естественно, обсуждаются методы диагностики. Вначале это были ЭКГ, биохимия, бинауральный стетоскоп. Что это такое? Я уже даже забыл, что такое стетоскоп. И кому он сдался? Извините. Действия ради я по горячим следам. Знаете, сейчас только что Минздрав встал на уши, сказав, что не нужна нам дистанционная медицина, потому что больных нужно слушать. И все как-то присели. Ну, как же, слушать же надо, действительно надо. А вот как в СИЗах надо слушать? Нужно проделать дырку и вставить туда трубку? Как они предполагают? Какая аускультация в 21 веке? Ну, на этом основании заблокировали предлагаемый проект по дистанционной технологии. Ну, это просто наболело. Рентген. Сейчас мы обсуждаем, конечно, КТ, МРТ, дистанционные технологии и так далее. Это понятно. Ну, лечение новыми лекарствами. Очень много было обсуждений физиотерапии, естественно. Наркозы, когда это все было свежо. Очень большое направление. Оно связано с Дмитрием Плетневым. Этика, религия, публика и медицина. Прямо отдельные такие были рубрикации о помощи во время войн и эпидемий. И мы этим сейчас занимаемся. И, наконец, последние годы, ну, я это, наверное, поднял направление, хотя оно, может быть, звучало и раньше, но так в направлении выделилось, это тюремная медицина. Вообще все, что связано с медициной тюрьмой. в обществе всегда велась ненаучная деятельность. Ну, например, во время русско-турецкой войны были курсы медсестер и медицинский отряд. В 1896 году была учреждена стипендия для врачей. Был учрежден позже фонд имени Голубкина. Кто такой Голубкин? Леонид Трифимович. Он председатель терапевтического, товарищ председатель Московского терапевтического общества, ну, это зам председателя, ученик Остраумова и Боткина, который один из первых стал применять ЭКГ и так далее, и так далее. Вот, но незадолго до смерти он создал фонд. Три четверти своего состояния, около 140 тысяч рублей, он вложил в этот фонд при распределительстве Московского терапевтического общества на оборудование клиник пособия студентов. Вот, ну, просто об этом надо помнить. значит, дальше общество формировало отряды по борьбе с эпидемиями, с эпидемиями в Первую мировую войну, и вот, то, что мы сделали, тоже не так давно, это премия имени Дмитрия Дмитрия Плетнева за выдающийся вклад в развитие отечественной терапевтической школы. Более 20 человек сейчас лауреаты. И то, что тоже вот в последние годы стало, это разработка биометрического кейса для доврачебной синдромальной диагностики в отдаленных поселках и образовательной стипендии для врачей. Это у нас тема довольно постоянная, начиная с 90-х годов, как минимум. Я напомню, что у нас есть правление МГНОТ и президиум МГНОТ. Значит, в правление входят Ардашев, Власов Васильевич, Воробьев, Глезер, Дворецкий, Зайцев, Ивашкин Владимир Трофимович, Ленин Борисович Лазебник, Лихтерман, Евгений Львович Насонов, Овчинников Юрий Викторович, Владимир Анатольевич Парфенов, Подзолков Валерий Иванович, Савенков или Савенков, Савенков, Абрам Львович и Сычев Дмитрий Алексеевич и Тюрин Владимир Петрович. В президиум МГНОТ входят люди, которые, ну, в меньшей степени, как мне казалось, заняты непосредственно деятельностью нашей организации и определяют в целом как бы ее лицо. Здесь Беленков, Богомолов, Бурц, Васильев, Бокарев, Зратьянц, Коктурский, Мартынов, Чучалин, Шишкова, Шпектор, Ящук и Яковлев. Ну, хочу сказать, что, конечно, здесь уже многих нет и президиум сократился довольно существенно, собственно, и правление тоже немножко уменьшилось в членстве в связи с естественной убылью ее членов. Вот. И настало время менять состав и правления и президиума подтягивать новые молодые силы, которые будут дальше двигать наше общество. Пленарные заседания. В 21-м году провели 12, 14 заседаний, 12 в режиме онлайн, 2 в очном. Ну, на самом деле, мы планируем, что будет 3 в очном режиме. Вот. Ну, посмотрим, как получится, сложится. У нас еще есть одно заседание. В этом году выступили академики Насонов, Малеев, члены корреспондента Симоненко, как Турский, Мацки Пишулили, профессора Лазебник, Муркатумьян, Ананьевы, Воробьев, Смоленский, Овчинников, Ларина, кандидаты наук Басова, Воробьев и Мостовой. Общее число слушателей пленарных заседаний составило 2721 человек. Но я еще раз повторюсь, у нас очень много сейчас слушателей в онлайне, потому что, конечно, последние годы на пленарных заседаниях у нас собиралось немного людей, 20-30, редко 50 человек. Общее число просмотров заседаний на канале Мгнот в Ютубе составило 12900, ну, 13 тысяч человек за год. Мне кажется, это вполне приемлемые, хорошие цифры. Я напоминаю, что пленарные наши заседания не посвящены какой-то одной теме, и обычно это абсолютно научные, не спонсируемые никакой компанией заседания, и это принципиально отличие наших пленарных заседаний от всех других, которые мне известны. премия за выдающийся вклад в развитие отечественной терапевтической школы имени Дмитрия Дмитрия Плетнева. Значит, я хочу сказать, что вчера исполнилось 150 лет со дня рождения Дмитрия Дмитрия Плетнева, и поэтому сегодняшний доклад, ну, в какой-то степени я могу посвятить его памяти. Я это вчера выложил в своем фейсбуке, и тут же получил вот эту фотографию внизу, вы видите, из личного архива Ирины Киреевой, где ее бабушка в 14-м году сидит рядом с Дмитрием Дмитрием Плетневым. Такие вот гримасы современного мира, понимаете, вы не успеете что-то сказать, а уже получаете новую информацию. Она уже обещала мне прислать другую информацию, лучшую фото и так далее. Вот, за это время у нас 20 лауреатов в 21-м году лауреатом стал мой учитель, профессор Леонид Иванович Дворецкий. Я надеюсь, что многие его знают, многие учились по учебнику внутренних болезней, написанному им лет три, вернее, около 40 лет назад вышел его учебник, и с тех пор много-много поколений студентов училось по синей книжке под названием «Внутренние болезни», где Леонид Иванович был одним из главных авторов и редакторов. Много лет назад мы запустили высшую школу терапии МГНОТ. Сначала это было две секции, потом мы их объединили, это теперь просто высшая школа терапии нашего общества. В 21-м году она проходила исключительно в формате онлайн. Проведено 19 заседаний, сделано 43 доклада. Основные темы здесь связаны с железодефицитной анемией, это наша программа нашего общества, и мы ею занимаемся. Сердечно-сосудистые заболевания, ну это понятно, естественно. Очень много докладов по ковиду и постковидному синдрому, тоже понятно почему, неврологические проблемы в терапии и так далее, и так далее. То есть обычно у нас более разнообразные на самом деле доклады бывают, эндокринологические была несколько лет такая школа по сахарному диабету и другим эндокринопиатиям. Сейчас я бы сказал, что основное внимание, конечно, на ковид, постковидный синдром, очень многие, даже неврологические проблемы тоже связаны с этим, с этими темами. характеристика слушателей высшей школы терапии. Вы видите, что 66% это государственное здравоохранение, 21% это частные клиники, что очень приятно, потому что нам казалось, что частные клиники вообще уже перестали где-либо участвовать, слушать и так далее. Ну и нездравоохраненческие слушатели у нас всегда присутствует, 4% таких людей, ну хорошо, мы рады всем, кто участвует. Москва и Московская область составляет 61% от общего числа слушателей, а 30% это другие регионы, и около 10% это иностранные участники. Ну для нас, для московского общества, это, конечно, огромное приобретение и другие регионы, и иностранные участники, потому что мы всегда ориентировались исключительно на Москву, потому что в силу понятных обстоятельств мы проводили заседание только в очном формате, соответственно, кто мог дойти ногами, тот доходил. Вот, но сегодня мне кажется, что это очень важно, что мы вышли за рамки чисто московских мероприятий, и что люди, которые живут совершенно в других местах, могут поучаствовать, послушать и даже выступить у нас на наших заседаниях. Естественно, что большая часть тех, кто участвует в наших заседаниях, это терапевты, и общеврачебная практика, это больше 50%, довольно много неврологов, это понятно тоже, потому что у нас постоянно неврологические проблемы в терапии, и вообще у неврологов полно терапевтических вопросов, а у нас неврологических, вот, ну и дальше по убывающей, там много всяких разных специальностей, включая интерес анестезиологии, реаниментологии, 4%, организация здравоохранения, клинической фармакологии, ну, понятно, что самые разные специальности, как обычно, принимают участие в подобных мероприятиях. Значит, вот наши результаты, всего участников на высшей школе терапии онлайн 1283 человека, из них прослушали занятия 2994, то есть, ну, почти 3000 человек приняли участие в заседаниях. Ну, это, мне кажется, достаточно достойные цифры, вот, но самое главное, что мы сейчас все наши лекции выкладываем на нашем канале YouTube Мгнот, и за весь 21-й год у нас 471 тысяча просмотров этого канала, в 2020 году всего 276 тысяч, то есть, ну, практически в два раза мы увеличили количество, то есть, нет, получается, больше, чем в два раза увеличили количество просмотров нашего канала. Канал существует довольно давно, это не то, что вчера он родился, но такого, конечно, объема прослушивания мы не видели. Значит, стали смотреть метроку за последний месяц 173 тысячи просмотров, то есть, резкое количество, резкий рост количества просмотров именно в последнее время. При этом, показ, предложение просмотров, которые делаем не мы, а сам YouTube, 3 миллиона. Это много. Значит, лидеры просмотров мы пытались вычленить, что же люди смотрят. Ну, конечно, лекция 20-го года по проказе, она собрала, наверное, больше всего, 168 тысяч, терапия острого ковида 73 тысячи, менеджмент крови 47 тысяч, но менеджмент крови вообще был только что, я не очень понимаю, мне казалось, что это совершенно такая неинтересная тема, и вдруг такой интерес к ней у просмотров, и более того, там практически всю лекцию люди просматривают. COVID-19, постковидный синдром 22 тысячи, очень хорошая лекция по патанатомии и патогенезу ковида 7 тысяч 200, она тоже не так давно была, но нам вообще казалось, что это никто смотреть не будет, но какая там патанатомия, кому это вообще интересно, 7 тысяч, просмотров. Только что выложили публикацию лекции по случаю желудочно-кишечного кровотечения, которую я читал, по-моему, неделю-две назад, и за сутки 3 тысячи просмотров. Вот, прекрасная лекция эволюции инфекционной патологии академика Малеева, 1600 просмотров. Ну, в общем, я считаю, что довольно большие показатели просмотров наших материалов на нашем YouTube-канале. Значит, секции МГНОТ, которые всегда традиционно существовали, во всяком случае, сказал, что я себя помню на МГНОТе, я себя помню 50 лет уж как минимум. Вот, последние годы они тихо умирали, и практически за вот время ковида, за последние два года, они практически прекратили свое существование в виде регулярных мероприятий. Но они трансформировались и концентрируются теперь в двух конференциях. Актуальные вопросы терапии внутренних болезней. Мы два раза в год проводим такую конференцию, где вот наши секции подбирают и делают свои выступления. Значит, вот нефрология, монология, два заседания клиническо-функциональная диагностика, одно заседание гериатрии, два заседания, рематологической секции, два заседания, неотложной терапии, два заседания, на каждом заседании по 4-5 докладов. Поэтому мы не можем сказать, что они прекратились в нашей секции, но они трансформировались, это совершенно очевидно. К сожалению, я не всегда могу понять, кто руководит секциями нынче. То есть чаще всего речь идет о секретарях секции, а не о реальных руководителях. Попытки реанимировать секции не всегда успешны. К сожалению, вот секцию, которую когда-то создавал Андрей Иванович по гематологии, потом ее вроде бы возглавлял Валерий Григорьевич Савченко, теперь Савченко еще и умер. Секция уже много-много лет непонятно, работает, не работает, функционирует, я ничего про нее не знаю. Я обратился к заведующему кафедры, которая сейчас с места Андрея Ивановича, он говорит, а мне некогда. Ну, не знаю, не знаю, посмотрим, будем, будем посмотреть, как говорят. Ну, может быть, кого-то другого надо призвать на реанимацию этой секции, потому что гематология проблема общая, мне кажется, она должна существовать. у нас нет положения секции, их нет в уставе, они вообще не вовлечены в общую работу МГНОТа как таковую. Поэтому, мне кажется, что, может быть, их лучше будет трансформировать в филиалы согласно уставу, потому что там есть такая позиция, вот, и начать их приспосабливать к нашей вот вебинаровской деятельности, к каналам на Ютубе. Сейчас у нас 13 тысяч подписчиков, сотни вебинаров, сотни тысяч просмотров. Мне кажется, это достойная аудитория, чтобы туда начать, так сказать, заглядывать. У нас имеется маркетинг, идет рассылка приглашений, налажены метрики, мы все время считаем все, где, что и как. Поэтому, я думаю, что вот на какую-то перспективу ближайшую все-таки мы имеем шансы восстановить в какой-то мере эту деятельность. Кроме того, МГНОТ проводит ежегодную конференцию пожилой и больной качества жизни, в этот раз это 26 конференция, 150 докладов, 1226 слушателей, и попытались в прошлом году возродить конференцию по фармакоэкономике под названием «Закатали рассвет клиник экономического анализа оценки стандартизации медицинской технологии». Проводили мы ее онлайн, было 22 доклада, 323 слушателя, но ощущение, что мы привлечем на этом какую-то большую аудиторию и вызовем большой интерес, у меня до сих пор не сложилось. Хотя, ну, не знаю, как можно продолжать делать эту конференцию и развивать эту тематику. Значит, огромное количество упоминаний в прессе нашей деятельности. Значит, Андрей Павлович посчитал примерно 1400 упоминаний МГНОТ в электронных СМИ за год. Каким образом? Да очень просто. Я везде, где выступаю, я подписываюсь как председатель МГНОТ. И, соответственно, везде идет упоминание, что это Московское городское научное общество терапевт. В этом году у нас резко сократилось количество выступлений на федеральных телеканалах. Если в прошлом году мы докладывали о 150 или 120, я сейчас не очень точно помню, то в этом году мы посчитали, что всего 39. Ну, понятно, мы немножко топим против прививок и нас как бы заблокировали, поставили опять в стоп-лист для федеральных каналов, но, тем не менее, иногда бывает, что мы прорываемся в это поле. Интервью для СМИ. Ну, в среднем один раз в день. Это в среднем. На самом деле бывает и три, бывает и пять. Я вот сейчас сижу, мне точно звонят с просьбой дать интервью. Уже одно интервью я давал сегодня. На одной части в пресс-конференции, ну, и я бы вот выделил, что в независимой газете в этом году я сделал две статьи по проблемам пытки в Саратовской тюрьме и по тюремной больнице. Не просто тюрьме, а тюремной больнице. И попытки взгляда на преобразование тюремной медицины. Наверное, это не имеет большого такого глобального значения, эти выступления. Но есть одна деталь. А кроме меня кто-нибудь еще выступает на эту тему? Я что-то как-то не знаю. Наверное, я знаю, что есть кафедра в третьем меди тюремной медицины, но так, в общем, сказать, что это широко обсуждаемая тема, я бы не смог. Поэтому я считаю это нашим достижением нашего общества терапевтического. Я всемирно буду поддерживать и дальше. Ну, еще я покажу чуть позже. Значит, экспертная деятельность нашего общества. Я уже говорил о взаимодействии с Государственной Думой. Мы через КПРФ работаем с Государственной Думой. Здесь вы видите, мы здороваемся с Зюгановым и Коломейцевым. Депутат участвует в этом. Значит, в прошлом году, то есть в прошлый сезон, скажем так, весенний, 19.04 было подготовлено и мы приняли участие в парламентских слушаниях по проблемам развития здравоохранения. единственное парламентское слушание за весь прошлый созыв Думы по этой проблеме. Ну, и сегодня я уже сказал, мы приняли участие в подготовке и выступлениях по проблеме законодательного обеспечения противодействия распространения новой коронавирусной инфекции в РФ. Вот. Кроме того, были официальные заключения по материалам клинических испытаний препарата Лепривир. Назвать это испытание, язык не поворачивается, но такое было. Вот. Участие в формулировке различных депутатских запросов, которые, на самом деле, так или иначе постепенно меняют существующее положение дела. Взаимодействие с Росздравнадзором. Мы уже много раз об этом говорили, что мы участники большого такого совещательного органа, в который входят огромное количество представителей самых разных организаций. мы разработали целый комплекс документов по трансформации требований к программным продуктам. Они вышли в виде, их Минздрав постепенно принимает, и в этом году тоже какое-то количество этих документов было принято. Кроме того, эти документы пошли для Евразийского нашего альянса тоже по изменению требований к регистрации программных продуктов как изделия медицинского назначения. Мы считаем, что это очень большая серьезная деятельность, потому что мы там фактически единственные медики. Основная масса присутствующих это юристы, программисты, а вот собственно врачей как таковых там довольно мало, и мы в какой-то мере создаем там погоду. Вот это экспериментальные правовые режимы, с чего я начал свою боль про фонандоскоп, цифровая экономика или песочница, сейчас это все называется, значит, тоже та же, в общем-то, в значительной степени та же группа участников, и мы проводили экспертизу, несколько раз собирались, предложения с Бером, Медси и доктором рядом по созданию экспериментального правового режима по применению дистанционных технологий в первичном звене здравоохранения. Камень проектовения там очень простой, по закону нельзя без контакта с пациентом ставить диагноз и назначать лечение. То есть, если у вас, извините, кашель с соплями, то я не могу вам дать анальгин или там сказать, что надо поставить горчичник на лоб. Мне обязательно нужно к вам прийти и вас послушать, как сказал замминистра. вы понимаете, что особенно в нынешних условиях это невероятно трудно чисто физически просто прийти ко всем больным и вообще лишает смысла всякую дистанционную диагностику. Ну и кроме того, например, да, мы очень много это обсуждали, значит, даже вот сам Сбер МедСи, они отказались от онкологии. А им все говорят, ребят, да это именно для онкологии нужно. Первичная диагностика, подозрение на онкологию, самый простой способ, самый действенный способ выявления рака молочной железы, это самопальпация молочной железы. Не нужно ничего, вот если вы обнаружили опухоль молочной железы, вот тогда вам нужно это, 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 и вот после этого, как же это можно выкинуть? Это и есть первичная диагностика, это и есть дистанционная диагностика. Ну, Минздрав пока настоял на своем, этот проект зарублен, ну, мы, я готов и дальше действовать, я сегодня об этом говорил в Государственной Думе, и я думаю, что мы будем все-таки настаивать на том, чтобы дать разрешение на дистанционную диагностику без контакта с врачом. Ну, во всяком случае, мы эту тему сейчас с вами еще будем подробно обсуждать. Значит, несколько лет назад мы приняли решение о том, что журнал клинический рентология, который издается, издается Миндиомед, является базовым научным изданием для Московского городского научного общества терапевта. Ну, вот, в 21-м году мы издаем шесть номеров сдвоенных, значит, 54 статьи вышло, одна передовая, 32 оригинальные, 14 обзоров, лекции, клинический разбор и так далее. Плюс тезисы на конференции пожилой и пожилой больной качества жизни, 82 тыс. Ну, в общем, журнал живет, хотя сказать, что он сильно развивается, мне, к сожалению, не приходится. Но, тем не менее, журналу уже 26 или 27 лет, он варковский, ну, в общем, постепенно мы его как-то пытаемся реанимировать. Вы знаете, что у нас существует собственная газета «Вестник Мгнот». Я обращаю ваше внимание на устав 1895 года, где и журнал, и газета прописаны как, так сказать, необходимые методы взаимодействия общества с общественностью. Ну, вот мы это реализуем. Лет 20, наверное, уже «Вестник Мгнот» издается нами. За этот год опубликовано 12 номеров газеты. Мы сейчас подтянулись, у нас был провал, мы несколько лет очень с большим опозданием издавали «Вестник», он выходил через 3-4 месяца. Вот, сейчас мы практически месяц в месяц его издаем благодаря редактору Дмитрию Казенову. Вот, значит, в общей сложности опубликовано 57 статей. Здесь вы видите авторов материалов «Прямая речь». У нас первая страница, обычно первая, первая-вторая, это «Прямая речь». И здесь я бы выделил несколько работ. Это Александр Сакович Яковлев, «Воспоминания матери», военврачи, которые лежали у него дома, так сказать, никак не мог понять, как их опубликовать, а мы их опубликовали. Интервью с Дмитрием Седых, это тюремный доктор из Кировской области, тоже долго я его допытывался, доставал, наконец, мы сделали с ним интервью. Ну, взгляд врача на тюремную медицину. Ольга Васнецова, это потомок некоторого Васнецова, которого все почему-то знают, вот, она профессор первого мединститута, и, ну, рассказала о том, как она работает, она, кстати, не врач, она, по-моему, химик, но, тем не менее, она в фармакологии работает, вот, тоже достаточно интересная, на два номера у нас получилось огромное интервью с ней, вот, нашелся потомок Гааза, он не прямой потомок Федора Гааза, да, святого нашего доктора, который тоже, я напомню, имеет прямое отношение в тюремной медицине, мы опять все время возвращаемся к этой теме, оказалось, что есть актер Гааз, который является, ну, там, племянником в каком-то количестве поколений, вот, и с ним тоже сделали интервью, воспоминания Марии Степановны Бубновой о молодости моего отца Андрея Ивановича Воробьева, очень мало осталось людей, которые помнят отца молодым, поэтому для меня это особо ценно, мне кажется, и вот профессор Бородулин, это еще не опубликовано, это интервью относительно Дмитрия Дмитриевича Плетнева, потому что Бородулин является главным историком по проблеме Дмитрия Дмитриевича Плетнева, вот, кроме того, ох, я тут какие ошибки наделал, кроме того, мы сделали публикации о выдающихся персонах, забытом, например, Иван Петрович Разенкове, это вице-президент Академии наук медицинских, физиолог, благодаря которому мой отец стал врачом, потому что Иван Петрович переложил его документы из папки, где были враги народа, в том числе, в папку, так сказать, в какую нужную папку. Он был знаком с моим дедом и сделал это вполне сознательно. Воспоминания о Бурденко, о Смоленском, которым в этом году исполняется сто лет, о Плетневе, естественно, будет вот работа Бородулина, о гильотине, про которого все знают, что он изобрел гильотину, оказывается, он и не изобретал, ну и выдающийся наш врач, вирусолог, Зитбер, который, на мой взгляд, должен все время вспоминаться, потому что он тоже сделал колоссальный вклад в развитие здравоохранения, медицины, трижды он арестовывался, сидел в лагере несколько раз, выпускался, награждался сталинскими наградами, удивительная судьба, удивительная просто судьба этого человека. Ну и напомню, что газета у нас рассылается более чем 900 адресов бесплатно. Значит, сайт и социальные сети МГНОТ. Мы постоянно, потихонечку, планомерно уходим в цифру. Значит, вот наш основной сайт, который был сделан под газету «Московский доктор», «МГНОТ.ру». Значит, 92 тысячи уникальных посетителей за год. 16 тысяч просмотров только одной статьи про голову и ковид. В среднем до 2000 просмотров на одну публикацию. Ну, мы так прикинули, посчитали. Там же всегда лежит расписание заседания МГНОТ. Если какие-то изменения происходят, то их надо искать там, на нашем сайте «МГНОТ.ру». Параллельный сайт «МГНОТ.ру». Это сайт, где мы публиковали наши рекомендации по ковиду. 112 тысяч просмотров за год. Мы не знаем больше, потому что нам дают метрик только за год. Значит, вторая версия рекомендации «МГНОТ», которая вышла где-то летом, имеет 88 тысяч просмотров по амбулаторному лечению ковида. Мне кажется, цифры очень большие, приличные, и можно ими вполне гордиться. Кроме того, создана сейчас группа МГНОТ на Фейсбуке. Там вовлеченность 1300 человек, подписчиков 351, ВКонтакте 185 участников, Телеграмм 147 участников. Там постоянно обновляется контент, за этим следят специальные люди, это не заброшенные сайты, и мы видим постоянный неуклонный медленный рост вовлеченности подписчиков и так далее. Не быстро, не получается там быстро все изменить, но это, в общем, тем не менее, мы делаем. Значит, мои личные социальные сети в Фейсбуке у меня 19 тысяч подписчиков, в Инстаграме пока 6000 подписчиков. Ну и, как я уже говорил, на Ютубе 13 тысяч подписчиков мы имеем на нашем канале в Ютубе, канал Магнота в Ютубе. Вот, поэтому количество людей, которые вовлечены в наши сетевые, так сказать, охвачены нашими сетями паутины, опутаны, оно, конечно, измеряется огромными числами, и это очень существенно, и мы, я еще раз повторяю, туда постепенно сдвигаем всю нашу активность из офлайна. Хорошо ли это или плохо, это второй вопрос. Надо думать о том, куда мы движемся, но пока весь мир идет в цифру, и мы следуем в этом фарватере. Отдельная тема это рекомендации МГНОТ. История процесса состоит в том, что, во-первых, МГНОТ много лет является автором многочисленных ГОСТов, рекомендаций, и как бы эта деятельность всегда у нас имела место быть. Значит, в мае, апреле, мая 20-го года мы создали первый вариант рекомендаций МГНОТ по ковиду, там это касалось и ковида, и гриппа H1N1, потому что мы рекомендации предыдущие сделали суррогатными, такими, не очень полноценными. Значит, это первый вариант рекомендаций содержал подходы к диагностике и интенсивной терапии ДВС-синдрома. Это противоречило всем подходам, которые были тогда заявлены. Нам все говорили, что никакого ДВС-синдрома нет. Вы что? Вы выдумываете? Это кагулопатия? А вот ДВС-синдром это совсем другое. Смотрите, что осенью говорят наши патологи, как заведенные. Это ДВС, это ДВС, это ДВС, это ДВС. Ну, мы говорили об этом два года назад. Впервые мы ввели в практику профилактические дозы прямых оральных антикоагулянтов для профилактики тромбоэмболизма амбулаторных больных. В этот момент везде было написано, что прямые оральные антикоагулянты надо отменить в стационаре и перевести больного на низкомолекулярный гепарин. Мы сказали, да, здорово, переводите, но амбулаторно надо принимать прямые оральные антикоагулянты. В этот же момент мы начали дистанционно помогать друзьям и знакомым. А куда деваться? Все же звонят. Вот. В июле двадцатого года мы сформулировали понятие постковидный синдром. Сейчас это общепринятое понятие, но я напоминаю, что это наша формулировка, до нас его не было. Вот. И с августа двадцатого года, поскольку мы не могли оказывать помощь уже по телефону, это было невозможно, мы просто физически не справлялись, мы создали медицинское бюро МГНОТ, оказывающее дистанционную консультативную информационную помощь больным с ковидом и постковидом. На сегодняшний день через бюро прошло более четырех тысяч пациентов. Это много. Ну, у нас не пациенты, у нас больные. Но тем не менее. Значит, в процессе подготовки рекомендаций мы еженедельно проводили учебные вебинары, клинические разборы, многочисленные выступления в СМИ, ну, вот здесь вот цифра 2020 года 150 телеэфиров, была организована работа в социальных сетях, были написаны опубликованы научные статьи и тезисы, постоянно проводились переговоры с авторами в поисках общей позиции, это касается вторых рекомендаций в большей степени, хотя первые тоже очень подробно мы обсуждали, вот, и сейчас мы продолжаем эту деятельность. Значит, в конце весны, начале лета 2021 года сначала вышли первые, как бы, версии, черновая немножко в электронном виде наших рекомендаций, значит, по введению больных с коронавирусной инфекцией в острой фазе при постковидном синдроме в облаторных условиях, плюс туда же попала уже накатила новая волна поствакцинальных ковидоподобных осложнений состояний, и они в какой-то степени тоже оказались в этой версии. Ну, потом эта версия дорабатывалась, она есть в печатном виде в журнале проблемы стандартизации в гематологии, в здравоохранении, и, естественно, электронная версия тоже была изменена. Значит, авторский корректив у нас большой, он вырос, по сравнению с первой версией, это 17 профессоров, 4 академика, члены-корреспондента Академии наук, 2 ректора вуза, 5 городов России, и охват 6 стран, то есть рекомендации у нас не локальные, не московские, а они международные. Много это или мало? Ну, я считаю, что это очень много на самом деле, потому что каждый вложил какую-то свою долю в создание этих рекомендаций. Совершенно не обязательно было писать что-то. Ну, например, вот Владимир Владимирович Баев сказал, а вот надо караксан, а вот попробуйте, а вот тот, а потом, а вот мы тут плазм ФРС сделаем, а вот у нас такие результаты, ну и так далее, понимаете, это не значит, что люди водили пером, да, но важно, какие мысли они нам добавили в эти рекомендации. Ну, Протолипов сейчас чуть два слова позже тут вот присутствует, вам всем привет передает. Значит, конечно, это продолжение работы наших учителей, все эти учителя так или иначе имели прямое отношение к московскому городскому общему терапевту, даже Зинович Ламонич Баркаган, который приезжал в Москву регулярно из своего Алтая, он постоянно, каждый год выступал на московском терапевтическом обществе, и поэтому я его не могу отделить от мгнота. Он не был членом правления, не входил, как Валентин Александр и Андрей Иванович в наше правление, но тем не менее это человека, на которого мы все время опирались, и они все дружили между собой. Вот была ситуация, когда Зинович Ламонич рассказывал про лечение антифосфолипидного синдрома, в частности с применением плазмофереза у беременных. Рассказывал, рассказывал, потом бах, Валентина Санна-Насонова начала делать, меня привлекли делать плазмоферез, в институте ревматологии проходила, это значит тема, диссертации. Потом выходит первая статья по лечению антифосфолипидного синдрома, первая в мире, с применением плазмофереза под первым автором там идет Евгений Львович Насонов, хотя делал Валентина Санна-Насонова, а я там с автором стою, хотя это беременность, ревматология, ну вот у нас так как-то было принято, что мы все вместе делали, Баркогана мы забыли, естественно, упомянуть, он не очень обижался, потому что, ну, потому что, они очень, еще раз повторю, дружились с Валентина Санна. Какие же главные вопросы и рекомендации? Инфекция вызывает воскулит с развитием тромбозов, тромбовоскулит, происходит поражение самых разных органов и систем, это была первая позиция, основной точкой приложения тромбовоскулита является головной мозг, ДВС-синдром имеет особенность, связанная с воспалением, внутренний механизм активации через 12-й фактор свертывания за счет поражения эндотелия, я не буду вдаваться в патогенетические особенности, я думаю, что сейчас уже не очень интересно, большая часть проявлений болезни обусловлены ковидным энцефаломиелитом, это гипотеза, которую мы с 20-го года продвигаем, и сейчас мы видим уже экспериментальные, морфологические, клинические подтверждения этому утверждения. Течение болезни принимает затяжное течение, что связано вероятно с аутоиммунным компонентом, я сразу хочу сказать, это не свойство ковидной инфекции, это свойство вообще разных инфекций, просто мы раньше не обращали внимания на вот эти затяжные постинфекционные хвосты, мы говорили, а у вас там остыния какая-то, да не остыния, это аутоиммунный процесс. Профилактическое лечение ДВС-синдрома должно начинаться уже на ранних этапах болезни, это прямые оральные антикоагулянты, к счастью, сейчас препараты есть, раньше мы могли только колоть гепарин, или низкомолекулярный гепарин, а сейчас можем давать таблетки. терапия ДВС-синдрома терапия ДВС-синдрома должна носить профилактическую направленность, предупреждать развитие тяжелого течения заболеваний, ну в частности плазма ФРС, свежезамороженная плазма у тяжелых больных, должны применяться до того, как они перешли в состояние овоща, если после того, то это бессмысленно, потому что это терапия профилактической направленности. Вот. Ну, конечно, острое течение, комплексная терапия, жизнеспасающая терапия, ну, у нас есть Амир Талибов, который очень хорошо это все реализует, сейчас чуть позже до него дойдем. Значит, аутоиммунный компонент при постковидном синдроме имеет тропность к нервным тканям всех отделов системы, центральной, симпатической, метасимпатической. Это тоже некоторая новая тема, потому что метасимпатическая нервная система практически не обсуждается, да, интеральная, кардиоваскулярная, мочеполовая, это отдельная, совершенно не напрямую связанная с центральной симпатической нервной системой. Прямые оральные антикоагулянты оказывают лечебные действия при постковидном синдроме подавляющего числа больных, мы продолжаем настаивать на наших цифрах, это не стопроцентная эффективность, но тем не менее, вот, огромное количество придуманных симптоматических терапевтических подходов, за это время мы их все описываем в рекомендациях очень подробно, что, когда и как применять, и это все в общем-то работает. У нас нет препаратов, которые являются фуфломицинами, модуляторами, стимуляторами, мы лечим конкретно, рвота, рвота, понос, понос, ну и так далее. напоминаю, что показания для прямых оральных антикоагулянтов при остром ковиде всем больным при отсутствии противопоказаний, значит, при этом противопоказаниями не является беременность, не является лактация и не является детский возраст. только противопоказаниями является наличие кровотечений. Постковидный синдром, мы пытаемся лечить все формы, за исключением хондрической, там это точно не работает. Вот чудо вдруг пришло, чудо чудное, добрый вечер. Схема применения реально при остром ковиде месяц, ну, бывает побольше, но в основном мы укладываемся в месяц, постковидный синдром от месяца до нескольких и поствакцинальный ковидоподобный синдром тоже мы обычно в месяц укладываемся. Я здесь не расписываю подробности, потому что мы гормоны применяем тоже у некоторых больных, особенно сейчас при остром ковиде, но тем не менее. Стероидные гормоны, это вторая линия при остром ковиде, назначается при отсутствии эффекта антикоагулянтов, а именно, если на фоне антикоагулянтов температура свыше 38 градусов с половиной, то мы назначаем гормоны. При постковидном синдроме отсутствует динамики после двух недель антикоагулянтной терапии. Только нормальными дозами, не надо по одной таблетке раз в три дня. Доза в преднизолоне 30 миллиграмм один раз в сутки целиком в рот. Соответственно, метипред там пересчитываете. В таблетках это одно и то же. Дексаметазон тоже в таблетках одинаковый. Хотя есть разные таблетки, поэтому надо осторожно смотреть, но мы приводим все к 5 миллиграммам преднизолона. Одна таблетка 5 миллиграмм преднизолона. При отсутствии эффекта в течение двух-трех дней мы увеличиваем дозу до 60 миллиграмм в сутки и продолжительность такой терапии до 5-7 дней отмена сразу просто бросаем и все. Значит, один случай мне сейчас на памяти, который я знаю, когда мы применяли 100 миллиграмм преднизолона в сутки с успехом. При нашем обществе мы создали медицинское бюро, оно именное Павла Воробьева, ну, просто потому, что моя фамилия привлекает определенное внимание публики, поэтому мы его решили делать именным. Значит, мы его создавали для реализации рекомендаций ГНОТ, как клинику ответственного самолечения, она не имеет медицинской лицензии, это не медицинская организация, осуществляет дистанционную консультативную помощь по довольно большим направлением, это ковид, постковидный синдром, педиатрия, гематология, ревматология, гастроэнтерология, неврология, урология, эндокринология и так далее. То есть, это достаточно большое число различных специалистов работает. Значит, мы оказываем только информационную поддержку решений больного. Значит, мы ему говорим, что входит в рекомендации, дальше он либо применяет, либо не применяет, это его дело. В составе работает бюро несколько групп. Административная группа два человека, врачебная 15 человек, программистская группа пять человек и маркетинговая группа четыре человека. Значит, здесь несколько человек работает и там, и там, и там, поэтому общее число сотрудников у нас другое, чем, если просто сложить. Но, тем не менее, вот такие группы, такие направления сейчас мы выделили, и вот одна из стратегий это маркетинг. Значит, два варианта работы. Первый вариант у нас симптом-чекер на платформе MediCase в свободном доступе, каждый может через него пройти, на сегодняшний день прошло более 40 тысяч человек. Он бесплатен, люди просто отвечают на вопросы и получают в конечном счете выход на адаптирные рекомендации МГНОТ. Значит, мы считали, что примерно 30% тех, кто отвечает на вопросы, не имеют ковида. Чувствительность диагностики симптом-чекера у нас 89,5% мы высчитывали по людям, которые имеют подтвержденный с помощью ПЦР или антител ковид. Значит, мы опрашивали год назад людей, которые прошли через симптом-чекер, и 80% выразили удовлетворенность от такой формы взаимодействия. Второй вариант производится запись на консультацию, оплата на сайте бюро. Обратившийся проходит симптом-чекер на той же платформе медикейс. Дальше данные передаются консультанту, который вступает в переписку на специальной платформе с личным кабинетом, и именно этим занимаются у нас программисты последний практически год. Мы начинали сначала просто в системе писем, но это очень непроизводительно, очень неудобно. Сейчас мы создали собственную платформу, и постепенно ее доводим до ума. При подозрении на ковид больной получает адаптированные рекомендации МГНОТ по диагностике лечения, который уже пишет ему консультант. И дальше в ежедневном варианте идет учет параметров жизнедеятельности, сатурации, число дыхания, давления, число сокращений сердечных. Даются рекомендации по изменениям в лечении, если это необходимо, по применению симптоматических средств, о которых я уже говорил немножко. Лечебную физкультуру мы используем, причем мы очень боимся всяких там стрельниковых и кого там еще-то у нас, вот, потому что это резко изменяет давление в легких и мы боимся разрывов. Вот, мы используем мягкие подходы в лечебной физкультуре, в физкультуре при необходимости мы говорим о том, что нужно вызывать скорую помощь, госпитализироваться, проводится интерпретация анализа. Длительность взаимодействия консультанта и больного при остром ковиде две недели, возможно, и пролонгация этого, если необходимо. Значит, у нас есть большая группа или направление по обеспечению качества нашей консультации, у нас создана административная служба, которая помогает больным адаптироваться в системе, проводит поддержку по телефону или связь через ватсап, но поддержку техническую, не клиническую, клиническую, только в переписке. Создана служба обеспечения качества, которая постоянно актуализирует шаблоны по основным проблемам, мы стараемся отвечать в шаблонном виде, чтобы врачу не путаться каждый раз в словах и, так сказать, в проблемах. Все больные наблюдаются как минимум двумя консультантами, значит, в основном это я делаю, вторым консультантом выступаю, при необходимости мы привлекаем и других консультаций, других консультантов, бесплатно для больного, проводим консилиум, чаще всего это эндокринолог, кожный, значит, дерматолог, ну и так далее, иногда кардиолог. И в случае возникновения конфликта мы создаем конфликтную комиссию, которая рассматривает обращение больного и дает свое заключение, значит, туда входит, естественно, врач-консультант, который вел, плюс врач-консультант, врач, который не вел данного пациента, ну и мы пытаемся обосновать наше мнение. Иногда мы соглашаемся с тем, что, да, были допущены дефекты, иногда мы настаиваем на том, что дефектов не было, больной просто пытается нас как-то обмануть. Ну, во всяком случае, ну, то, что мы видим, конечно, больные гораздо меньше жалуются дальше. Вообще, когда посмотрели наши метрики по социальным сетям, что больные про нас пишут, то маркетолог очень удивился, потому что, говорит, таких позитивных метрик она вообще не видела никогда. то есть, про нас пишут практически исключительно хорошо. Бывает все, бывает по-разному, но как только возникает негативный отзыв, у нас бот, который это все просматривает, и мы видим это, сразу выходим на связь, просим обозначить, кто был, кто этот человек, часто там какие-то ники идут, а не фамилия, находим его, и как правило, выясняется, что человек пишет гадости, не соответствующие действительности. И как только мы начинаем выкладывать данные о том, что на самом деле было то-то, то-то и то-то, люди сразу как-то приходят в себя и тихо линяют. Но это целое такое новое направление в дистанционном взаимодействии с больными, потому что люди склонны писать гадости, говорить гадости, но наша система, когда мы все фиксируем, вся переписка фиксирована, переговоры фиксированы, и человеку очень трудно в этой ситуации врать. Это очень важно, очень важно. Вот, честное слово, я здесь не хочу ни хвалиться, ни не хвалиться, но это целое, я говорю, дело, которое мы разработали. Начиная с первого обращения, где мы больному человеку объясняем, как себя надо вести, что нужно обращаться по отчеству к врачам, что надо не писать каждые две секунды и ждать ответа от нас, как вы сходили в туалет, или как у вас зачесалось где-то в пателице, но это не пателице, но зачесалось. Вот, и все это, в общем-то, мы постепенно выходим на бесконфликтную работу с пациентом. Значит, мы все время анализируем наших больных, это не так просто сделать при нашей нагрузке, потому что я заканчиваю смотреть больных часто во втором часу ночи, и в день я смотрю до 120 больных. Я хочу на это обратить особое внимание, потому что когда мы говорим о том, что современный доктор должен смотреть гораздо больше больных, чем он сейчас смотрит, не 5, не 10, а 120 в день, то это вполне можно делать, это я вам утверждаю, но в этом случае должны быть ассистенты, как они работают у нас в бюро, которые готовят больного для врача, для его участия. Ну, это отдельный разговор про дистанционную помощь, мы просто очень много сейчас сделали, прошагали, узнали, поняли, реализовали, поэтому я об этом могу сказать. Так вот, мы проанализировали 675 случаев, которые были у нас в октябре-ноябре, это не все больные, у нас только за ноябрь 800 человек прошло, вот, но просто мы из них выбрали тех, кого можно проанализировать с острым ковидом, значит, тяжелых у нас было 22%, довольно много, раньше такого процента тяжелых у нас не было. Госпитализировано 85 человек или 12% из них тяжелых 75%. Значит, я хочу сказать сразу, что я не всегда уверен в том, что госпитализация правильная. Чаще всего люди в панике госпитализируются, либо на них давят врачи, приезжает скорая помощь, вам делают КТ, ах, у вас же 50% на КТ, да господь с ним, у вас нету никакой сниженной сатурации, нет одышки, вы неплохо себя чувствуете, не надо паниковать. Нет, ну как же, ну вот же, тут же в рекомендациях Минздрава написано, ну и начинается, люди едут в больницу, там получают свою внутрибольничную инфекцию, к сожалению, не все оттуда выходят. Значит, из госпитализированных 60% мы знаем, что это улучшение произошло, по 40%, к сожалению, у нас данных нет. Значит, по количеству, по эффективности мы можем только обсуждать то, что мы знаем результаты, да, потому что вот не все мы знаем, но тем не менее, по результатам следующее. Выздоровление за две недели терапии у 15% больных. Выздоровление, то есть человек полностью избавляется от симптомов заболевания. Улучшение за две недели 81,8%. В сумме выздоровление плюс улучшение 97,2%. Ну, мне кажется, что это суперрезультат за две недели. В общем, очень дешевой терапии, согласитесь, что антикоагулянты, которые стоят там 3000 рублей, плюс преднизолон, который стоит вообще копейки. Преднизолон у нас получается, ну, примерно вот 20% больных получает. Вот. Это, в общем, по сравнению с теми страшными цифрами, которые нам рассказывают в стационарах о миллионах рублей, это вообще копейки, это просто копейки. Плохо то, что мы сейчас заставляем это делать больных. Это, конечно, должно покрываться ОМСом, но мы вынуждены это делать, потому что у нас нет другого выхода, ОМС нас не признает. 2,5% в течение двух недель не было эффекта, при остром ковиде, но на самом деле какой-то эффект был, потому что они все равно выздоровели, они же не ушли на тот свет. И смерть в 0,3%. Я еще раз обращаю ваше внимание на 22% тяжелых больных. Госпитализация. Вот проанализировали простую вещь. Когда же больные госпитализируются? Обращаю ваше внимание, что количество госпитализированных больных приходится на первые двое суток. 43% больных госпитализируются в течение двух суток от момента обращения. То есть, они обращаются к нами и фактически решают вопрос госпитализации. Ну, это право каждого человека. Я еще раз повторяю, я не знаю, почему люди госпитализируются часто, я часто вижу, что этого делать было не нужно, но тем не менее, вот такая статистика есть. вот и дальше это все идет по убывающей 5%, вот фактически к концу двух недель больных больше госпитализированных у нас нет. Мы больных смотрим, конечно, больше, чем две недели, потому что многие продляют свою консультацию, но вот такая у нас пока кривая. Поэтому я продолжаю утверждать, что вот на этом этапе мы можем помогать больным, не обязательно им ложиться в больницу, многие вполне могут лечиться амбулаторно. Значит, еще раз напомню, что такое тяжелый больной по нашим подходам. Это температура 38,5 несколько дней на фоне антикоагулянтов, это снижение сатурации ниже 90. К сожалению, у нас есть некоторые больные, у которых сатурация 73, и все уговоры наши их госпитализировать ни к чему не приводят. Они продолжают находиться дома и, к сожалению, иногда они погибают. Ну, это обратная сторона медали, я бы сказал. Это чаще касается пожилых, больных, неподвижных, которые, ну, принимают свое какое-то решение. Вот. Значит, мы анализируем смерти. Конечно, для нас каждая смерть это событие, событие отрицательное. И вот здесь за вот это время, за месяц небольшим, полтора месяца, наверное, это число, на те вот 600 с чем-то тысяч пациентов, вот у нас пять смертей. Значит, первый больной синенький, вы видите, он к нам уже попадает сатурацией 77, мы ему даем антикоагулянт, преднизолон, несколько раз предлагаем госпитализировать, они отказываются. Значит, следующее больное обращение на седьмой день болезни от госпитализации уже отказалось. Значит, сама начала прием преднизолона, что-то там писала про то, что она не может получить антикоагулянты, достать антикоагулянты, что и когда произошло, мы не знаем, потому что там два дня общения, а дальше просто 25-го через несколько дней, через семь дней она нам пишет, что человек умер. Ну, непонятно, что происходило, мы не знаем. Поэтому мы на себя такую смерть принять не можем. Следующая больная консультирована нами в госпитале, наша терапия не применялась, она там умерла, но у нас, к сожалению, довольно много больных, которых мы смотрим на госпитальном этапе, пытаемся им помочь, пытаемся даже позвонить, это всегда вызывает раздражение у врачей и ничем хорошим не кончается. Следующее больное обращение, две недели полной тишины, потом сообщение о том, что больной умер. Ну, скорее всего, он тоже оказался в госпитале, но мы ничего про него не знаем. И, наконец, вот последний больной, лежачий, тяжелый, соматически больной, мы его некоторое время, там, три дня пытались ему лечить, его лечить, потом его все-таки госпитализировали, зачем мы не знаем, понять ничего невозможно, и одиннадцатого смерть. Ну, мы можем считать, что вот мы в данном случае неэффективно, оказались неэффективны. Но, согласитесь, что вы здесь не видите больных, которые были здоровыми, заболели, и тех, скончались на нашей терапии. Нет, всегда речь идет о тяжелых, сопутствующих заболеваниях, о коморбидной патологии, которая приводит к смерти сама по себе. У нас больных тяжелых полно. Например, сейчас у нас выздоровел больной или выздоравливает, не знаю, с отсутствием гаммоглобулинов. Ну, просто у него врожденная гаммоглобулиномия. И мы через две недели будем разбирать, наверное, этот случай, потому что он очень показательный, очень необычный. У нас полно больных с глубоко зашедшими там раками, например, опухолями, тромбоцитопениами, с сахарным диабетом. У нас больной сейчас вот недавно госпитализированы, мы просто, ну, что мы можем сделать дистанционно? У него сахар 30 глюкозы в крови, 30. Мы спрашиваем, диабет-то был, а мы не знаем, а мы никогда раньше не делали. Ну, наверное, был, потому что не может быть вдруг ни с того, ни с сего глюкоза 30. Конечно, мы его отправили, мы же не можем из дома тут командовать. Там инсулин надо применять, капельницу надо ставить с инсулином и как-то тетровать этот уровень глюкозы в крови, потому что 30 это запредельно. Ну, кстати говоря, по-моему, он тоже выздоравливает. Вот, кстати, мы, обратите внимание, мы не то, чтобы наставим, чтобы все лечились дома, но дать совет вовремя, что делать, это ведь огромная работа, да, она тоже вполне интеллектуальная и врачебная, что вам нужно лечь, потому что вот этот 30, мы почти день говорили о том, что надо бы вам все-таки отправиться в больницу. Они чего-то ковырялись, они чего-то думали, они что-то, фактически мы настаивали на госпитализации этого больного. Следующий вопрос об отделениях Московского Городского научного общества терапевтов. Значит, реально в 21-м году функционировало три отделения, это Тверь, формализованные отношения, Хакасия, тоже формализованные отношения, в Киргизии, АО, Бишкек, смотрим, неформализованные отношения, я хочу сказать, и Витебск на стать формализацией. А мир, вы тут или не тут, я вас не вижу. Всем привет, Бишкек. Значит, Тверское отделение, тут он, да, Тверское отделение, значит, мы тут продвинулись дальше всех по формализации, в июне 21-го года мы заключили соглашение с Тверским медицинским университетом, я имею в виду МГНОТ, ректор Леси Васильевна Чеченовская, об организации подразделения, которое работает по УМС на базе диагностического центра. И вот я вам показываю картинку сверху, видите, Центр лечения постковидного синдрома, это то, что мы создали совместными усилиями с ректором Тверского медицинского университета. Издан соответствующий приказ, есть директор центра, разработан протокол для диагностики лечения с маршрутизацией больных. Центр работает под нашим непосредственным научным практическим руководством. Сейчас мы в стадии передачи туда программного продукта, ну, в общем, там есть чем заняться. Но, смотрите, с сентября 21-го года принято 237 первичных больных с постковидным синдромом. И у всех есть неврологическая симптоматика. Значит, все больные идут по УМС бесплатно. То есть, мы сейчас, если когда нам говорят, что вы только за деньги лечите, вот вам, пожалуйста, мы лечим без денег, но в Твери. В Москве пока не получается. Больных направили на углубленную психологическую экспертизу, там, по-моему, человек 30 примерно. Там сделана хорошая работа, она сейчас подготовлена к публикации уже, обсуждается ее, так сказать, окончательный вариант. Кроме того, больных смотрят кардиолог, эндокринолог, окулист, эхокардиограмму делают, доплер сосудов. И там уже довольно интересное есть наблюдение, в частности, по антифосфолипидному синдрому появился пациент, поражение сосудов по типу, видимо, какого-то Кавасаки подобного синдрома. Ну, достаточно интересно, что уже есть. Но я обращаю ваше внимание, что за три месяца, фактически с сентября месяца центр начал принимать больных 237 человек. Без всякого маркетинга объявлений, безо всего, только одна бабка сказала, и уже больные побежали, их просто очень много. Кафедра к шерстной гинекологии запланирована диссертация по влиянию постковида на репродуктивную функцию. Утверждается, что женщины очень страдают от постковидного синдрома, именно с точки зрения репродуктивной функции. Надо посмотреть, мы не знаем. Хакасское отделение существует у нас уже довольно давно, около 10 лет. Возглавляет его Владимир Владимирович Баев, главный кардиолог Абакана. Раньше мы проводили образовательные программы, какие-то научные исследования, периодически были публикации. В 2021 году с применением прерывистого плазмофереза они провели 18 больных с постковидным синдромом. Опубликована статья в проблемах стандартизации здравоохранения и на 16-й съезд терапевта России был сделан доклад об этом опыте. Мне кажется, это достойная, хорошая работа, которую мы будем продолжать и дальше. Киргизское отделение самое беспокойное для нас. Значит, там Амир Талипов, увлеченный врач, который создал новый такой подход, я все время падаю немножко со стула, реанимация на дому. Ну, скромно лечит реанимационных больных дома. Значит, я попросил сделать коротенький отчет, вот он написал, более 60 разов консультации на дому с легким средне-тяжелым течением, 6 пульс терапии метипредом, 4 около пульсовые дозы старше 80-летки. Это не моя терминология, пожалуйста, автор тут. Вот, всем, насколько я знаю, применяются антикоагулянты, либо, значит, непрямые оральные антикоагулянты, либо низкомолекулярные гепарины, и переливает свежезамороженную плазму, льют, но на дому. Выездные консультации в реанимации больных 5, реанимации на дому 10, из них 9 от начала болезни и до выздоровления. Ну, те больные, которые он присылает, я периодически здесь их рассказываю кое-что, откровенно говоря, я не уверен, что в больнице таких больных вообще вытягивают. отдельно он написал, что вот несколько мгнот, армот, так реанимация, у меня рука поднялась, реанимация, извините, мгнот, конечно, реанимация на дому. Отдельно он написал, что есть тяжелые вакцинированные пациенты на спутнике, на сенофарме, файзере, все больные прошли через пульсотерапию. То есть, когда нам говорят, что больные привиты и болеют легко, не верьте глазам своим. У нас тоже есть тяжелые больные, которых мы тоже тащим. Вот. Ну, и вот одну больную там достаточно в большом возрасте октембра пульсотерапии по 150 мг преднизолонов в день. Он там написал цифру, по-моему, 6,5 тысяч. Я же даже присел переспросил, вы чего там лечите-то? Ну, он сказал, нет, полторы тысячи в день преднизолона. Ну, мы договорились, что Амир сделает более подробный доклад, потому что уже, ну, согласитесь, накопилось много больных. Вот так он рисует их на бумажке, но надо переводить, конечно, это все в слайды. И мне кажется, что это очень серьезный, очень интересный подход. Здесь, конечно, нельзя говорить о дистанционной помощи, да, здесь она все-таки очная, но, тем не менее, это помощь на дому. Это то, что мы сегодня можем делать, тоже, и, в общем, нужно это использовать, это очень интересные вещи. Значит, правительское отделение, они сами обратились, мы направили туда документы на рассмотрение, вот, но пока там стадия согласования, как-то уже два месяца это все продолжается, ну, посмотрим, посмотрим, будет отделение, не будет, в общем, постковидный синдром они и так лечат, но они хотят это делать с нашим участием, с нашими протоколами, как-то синхронизировать нашу деятельность. Совершенно неожиданная тема про монастырь Никольский, Черноостровский в Малом Ярославце. Здесь я сижу с настоятельницей этого монастыря, я человек неверующий, не надо мне только лишнего пришивать, вот, но мы туда съездили, мы поговорили, мы пообщались, там есть приют для девочек, которые лишены родительских прав, вот, такой очень интересный, очень значимый монастырь. Почему значимый? Потому что, вы видите, вот наша команда стоит перед входом в него, и обратите ваше внимание, что стена в дырках, видите, это следы пуль, а может быть, снарядов войны 1812 года. Дело в том, что здесь, у этого монастыря был остановлен впервые Наполеон и был побежден Наполеон. Когда нам рассказывают про Бородинское сражение, мы должны помнить, что на Бородинском сражении армия-то наша была побеждена и ушла. А вот под Малоярославцем, конкретно вот у этого монастыря, армия Наполеона была разбита. И он повернул от этого монастыря, он хотел уйти на юг, отступая от Москвы, он повернул на юг, через Калужскую область. Но здесь она была разбита, она отступила обратно на Смоленскую дорогу и уже дальше бежала голодная и холодная. Поэтому монастырь действительно легендарный. И указом царя была специально оставлена стена вот в таком виде, ее белят, но дырки не закрашивают и не заделывают. И вот в этом монастыре мы начали дистанционное консультирование монашек. Звучит, конечно, немножко диковато, согласитесь, с симптомом чекера, которыми выявляем хронически неинфекционные заболевания. При этом в монастыре нет доступа к интернету, точнее он есть, но ограничен для нескольких человек и для обучающихся, для девочек он ограничен по контенту. То есть они могут участвовать, смотреть там что-то в интернете, но очень мало. Ну, кстати говоря, там есть факультет для высшего образования в этом монастыре. И девочки могут получать там высшее образование. Значит, помогает отвечать монашкам специально обученная медицинская сестра со средним, сестра, прости, извините, специально обученная сестра, у которой есть среднее медицинское образование. Тут слово сестра в двух смыслах появляется. Вот, значит, информация, если это необходимо, если там выявляется какая-то патология, с помощью симптома чекера она поступает к врачу медицинского бюро и дальше врач медицинского бюро назначает дополнительные исследования, которые можно выявить, провести в поликлинике Малого Ярославца или в больнице. Вот, если нужны дополнительные специалисты, мы можем привлечь и дальше при необходимости ведется мониторинг состояния динамики симптомов. Мы только начали, ну, не только по месяцам-то, не только начали, но пока мы на стадии внедрения этой технологии, пока только первые монашки прошли через наши руки, к сожалению, мы очень отвлеклись сейчас в последнее время на ковид, его просто стало очень много, и поэтому мы эту тему не педалируем. Но вообще сам по себе подход к такому организованному коллективу, он очень интересен, потому что, ну, в общем-то, прямо скажем, необычная медицинская помощь для людей, которые живут в монастыре. Вот. Ну, и заканчивая свое выступление, я хочу сказать, что мы очень устремлены в будущее. Мы постоянно говорили об изменении модели здравоохранения от патерналистической к субсидиарной. О переходе от того, что мы сейчас видим кошмар с прививками, когда вы должны, вы обязаны, вы там враги народа, если не сделаете прививку, потому что врач вам сказал. Ну, врач в данном случае Попова, она не врач, но тем не менее. Или Голикова, тоже доктор, тот еще. Мы говорим о том, что мы должны все-таки с больным человеком взаимодействовать, советоваться, рекомендовать ему что-то делать, а не заставлять его делать то или иное действие. Это принципиально иная модель. Если раньше мы об этом писали, говорили, выступали, не дали, как вот неделю назад я выступал, например, в АО «Медицина», такой крупной частной организации, вот, то мы сейчас можем сказать, что мы уже это делаем, мы уже отрабатываем технологии вот этой субсидиарной модели здравоохранения. это просто другая жизнь, другой переход. И мы к этому придем, потому что сегодня больные любые технологии могут посмотреть в интернете, они все стали умными, и поэтому роль врача меняется, он не должен говорить, где это вы там прочитали, мало что там где написано, на заборе тоже написано, это мы все слышали. Но сегодня больной приходит, они нам приносят других специалистов каких-то, какая-то сидит девушка в Америке, которая тоже теперь стала вдруг из биолога врачом и вещает нам оттуда, как надо там лечить, диагностировать и так далее. Вот, ну, есть и другие, в Украине есть какие-то специалисты, наших полно таких же, интернет, ни за что не отвечающих людей. Поэтому эта модель, она сегодня входит в жизнь, и нужно ею заниматься. Мы, конечно, за развитие дистанционных технологий в медицине с максимально возможной скоростью. Нужно это внедрять очень быстро, но, конечно, нужна оглядка на лучшие достижения научной медицины, потому что завтра, если мы упустим это время, мы его уже упускаем в целом, глобально, то через интернет польется вся фуфломедицин, в общем, технологии с фуфломедицинами, и мы будем иметь огромное количество проблем, из-за этих фуфломедицин, они очень быстро осваивают эти технологии, уверяю вас. Надо сказать, что, когда мы имеем дело с нашими больными, то, наверное, треть больных у нас принимает всякие витамины, стимуляторы и так далее, причем в дозах токсических, мы видим токсические дозы, например, для витамина D, просто от них печень должна развалиться, мы видим трансаминазные активности довольно часто, и мы всем говорим, ребят, перестаньте мы все эти витамины принимать, перестаньте жрать цинк, он не работает, перестаньте это, перестаньте то, ну, перестают или нет, мы не знаем, мы не можем заставить, да, но мы в жизни этого не можем заставить, кстати, врачи обычно-то вообще просто этого не спрашивают это не знают, вот, но надо, конечно, двигать именно современные технологии, современные препараты, в лечении болезней, гипертонии, сахарный диабет, это все не так сложно, не так трудно, как кажется, вот, и, конечно, одна из главнейших наших задач, это вовлечь нашу деятельность молодежь, ну, это принципиальный вопрос, потому что молодежь не очень сегодня готова к участию во всяких общественных организациях, они еще не понимают, они видят, что вообще в медицине творится кошмар и ужас, но дальше этого дела не идет, вот, и мне кажется, что для молодежи очень важна возможность вот этих развития современных дистанционных технологий, они интересны, там есть чем заняться, есть куда двигаться, есть лифт, по которому можно очень неплохо вырасти и материально в том числе, вот, и я надеюсь, что наша деятельность в этом плане будет развиваться в нужном направлении. Собственно говоря, на этом все, спасибо вам всем за внимание, я готов ответить на вопросы, я смотрю только одни пальцы, а вопросов никто не задал, вот, поэтому, если вы хотите задать вопрос, у вас еще есть время это сделать. так, вот тут по, значит, предложение, сделайте ролик о медикейсе МГНОТ, короткий, с отзывами клиентов, готовы поучаствовать, можно распространить в регионах, еще больше людей могут узнать о бюро МГНОТ. Ну, роликов полно, но дело в том, что, что значит распространять в регионах, пошлем в регион, куда, конкретный, конкретный адрес, это же нельзя сделать просто так, взять, послать на деревне дедушки. Так, тот же автор, может уже сейчас бюро заключить в таком случае договора с региональными коммерческими клиниками на услуги первичного приема, элементарно послушать пациента и так далее с последствием дистанционным сопровождением. У вас есть конкретные клиники, которые готовы это сделать. Если есть, давайте. Мы все время общаемся с клиниками, мы все время им предлагаем уже пару лет эту технологию, пока ни одна клиника не подписалась. Ни одна. Они вообще не понимают, про что мы говорим. Потому что они совершенно в другом мире пребывают. Они, во-первых, в этой патерналистической модели. Во-вторых, их задача заработать денег. И это главная задача. Мы не против денег. Пожалуйста, давайте. Мы тоже делаем это платно. Но, например, у нас нет понятия среднего чека. Нам совершенно все равно. Больной сделает у нас анализы. Конечно, если через нас, нам бы выгоднее. Но мы говорим, ребята, хотите у нас? Пожалуйста. Не хотите у нас? Пожалуйста. Кроме Москвы, ближайшего под Москве, мы не можем больным обеспечить сегодня забор крови на дому. Поэтому, фактически, большая часть больных делает анализ самостоятельно. Мы можем отправить их на какие-то дополнительные плазмоферезы через нас. Ради бога. Хотите сделать не у нас, если вы не в Москве, делайте. У нас нет понятия среднего чека. Мы очень сократили объем обследования до буквально 5-6 анализов. Общий анализ крови, ферритин, фибриноген, додимер и РФМК. ЦРБ еще. Ну, хорошо. Но в других клиниках, представляете, такой больной придет в платную клинику, ему напишут вот такой вот список исследований. И там вам будут все интерлекины и так далее, и так далее. Ну, мы просто так не работаем. Вот. Поэтому, конечно, клиники частные не очень понимают, где их выгода и что они с этого получат. Ну, мы над этим постоянно работаем, разговариваем. Так, я не очень понял, как же первый мед. Что-то, что-то. ну, мы работаем первым МЭТом, ГБУ, ЕМС и так далее. Ну, да, работаем и что. Но мы же в основном туда только препровождаем пациентов, мы же не можем их там лечить. Вот. но пока вот у нас частные клиники, А, ЕМС, частная клиника, да, заключили договор. А так вот, мы много обсуждали с различными. Сейчас с АОМ медициной тоже пытаемся поговорить, но пока я не очень вижу, чтобы они очень брали нашу технологию и ею пользовались. То есть, мы туда можем направить больного, но, например, в МГУ никакой нашей технологии нет. Насколько, на ваш взгляд, рекомендации Минздрава 13-й пересмотр по диагностике и, соответственно, настоящие вопросы? Знаете, если честно, я перестал читать 13-й, 14-й, я не знаю, что там написано нового. Практически там, насколько я вижу, не очень меняются эти рекомендации. Они там какие-то запятые доставляют, но, если мы говорим про антикоакулянт, антикоакулянтную терапию, то она как там была неправильно написана, так и остается неправильно написанной. И все наши возгласы о том, что, ребята, надо написать другие дозы, другую кратность. Там написано, что данных по применению прямых оральных антикоакулянтов нет в литературе. как нету, слушайте, ну, нет, для них нет. Так. После ковида образовался тромб глубоких вен, назначенный ликвиз два с половиной два раза в день, компрессионный чулок, но тромб не рассасывается. А кем такая доза назначена, простите? Я вообще удивлен, потому что лечебная доза при тромбозе это 10 мг два раза в день. Не 5, как мы даем при ковиде, постковиде, а 10 мг два раза в день. При такой дозе, конечно, два с половиной два раза в день там просто она неэффективна. Это плацебо, а не доза. Вот. Ну, тромб рассосется рано или поздно, ну, хотя бы перейдите на 5 мг, уже будет лучше. Так. Ну, мы не возражаем против того, чтобы поговорить с любыми клиниками. Я еще раз повторяю. Вот в Витебске у нас уже есть наработки-то, мы же не взвешены в воздухе. Есть в Витебске, простите, Тверской филиал, где уже, так сказать, начата работа. Вот. Можно в частных клиниках, можно не в частных клиниках это делать. Ради Бога. Но надо делать. Мы же не можем во все регионы направить письма, опять же, что такое регион? Это опять на деревню дедушки. Министрам это точно не надо. Значит, кому-то конкретно. Кому конкретно? Вот сейчас на нас вышла Ивановская область, тоже с просьбой что-то им помочь сделать. Но эта конкретная больница хочет что-то конкретно у себя сделать. Давайте делать. Пожалуйста, ищите любого главного врача, с кем вы можете договориться, и мы готовы там взаимодействовать. Ну вот, в Твери нам удалось это сделать на уровне Тверского университета. И это очень важно, потому что там ректор сама заинтересована в том, чтобы это дело развивать. Это оптимальный, на мой взгляд, вариант. У них собственная лечебно-диагностическая база, поликлиника, стационар есть, и там просто это все можно делать. Вот. Ну, прекрасно. Так, очень интересно, хотелось немного уточнения. У нас в стране, имеется в виду Киргизия, имеется запрещено переливание свежезамрованной плазмы на дому. Даже в обычных отделениях не могут переливать только в условных организационных отделений. Не совсем понятно, как доктору Амир Талипову это удается. О, как удается. А все запрещено. Все, что мы делаем, все запрещено. Но все удается, если делать. Ну, вы думаете, в России разрешено переливание свежезамороженной плазмы в домашних условиях? В стационаре никто не переливает. Но можно делать, а можно не делать. Поэтому в данном случае криминала я тут не вижу, я рассказываю то, что я знаю. Если дойдет до каких-то судебных исков, то Амир всегда может сказать, что мало что, там профессор из Москвы наболтал. Я ничего не знаю. Только он людей спасает. Понимаете? Вопрос же вот в чем. Он спасает людей. Он просто видит эффект. Я несколько раз же приводил эти его больных, когда переливается плазма и буквально обрывается болезнь на это. Понимаете? Это принципиальный вопрос. Мы знаем, есть и другие такие больные в других местах. Но просто он за этим следит. А уж где он берет плазму? сегодня вопрос возник параллельный. У нас товарищ Гинцбург такой есть, наверное, слышали, да, в Гамалее, который шарахнул официально, что 80% сертификатов о вакцинации по его данным куплено. 80, еще раз, простите, процентов сертификатов. откуда у него такие данные? А мы, говорит, проверили с помощью неких индикаторов больных, которые, значит, госпитализированы. Во-первых, где он это проверил, я не знаю. но вообще-то говоря, он обвинил миллионы людей, миллионы людей в том, что они преступники. причем эти миллионы людей получили сертификаты у миллионов врачей, которые тоже преступники. И все, никакой Следственный комитет даже не возбудился на эту тему. Подумаешь, там, 20 миллионов сертификатов куплено, думаешь, что в чем дело? Вот, ну, не знаю, понимаете, куда-то все идет не в ту сторону. Конечно, в этом случае надо бы выяснить, что имел в виду товарищ Гитцбург, обвиняя миллионы людей в покупке сертификатов. С другой стороны, конечно, многие покупают сертификаты. А куда вы денетесь? А как быть, как жить на этом свете, если вы не хотите быть подобными кроликами, а без этих сертификатов вам просто зарплату перестает платить или выгоняет с работы? Люди покупают. Ну, хорошо, давайте скажем честно, мы устроили вселенский бизнес. Люди покупают сертификаты на спутник, ну, люди покупают сертификаты на фейзер. И вполне можно поехать в Европу и совершенно необязательно там вакцинироваться, просто проплатить и вам дадут там сертификат. Все то же самое. Не надо говорить, что наши люди вот такие, вот там вот честные. да я вас умоляю, там давно налажен прекрасный бизнес по торговле этими сертификатами. Мне не нравится в принципе вся эта ситуация. Мне не нравится, что я должен уговаривать переливать свежезамороженную плазму, а мне говорят, а мы этого делать не будем, пускай умрет, и он умирает. Больные же умирают без плазмы. Это реальные случаи, когда мы разговариваем с врачами, говорим, надо перелить свежезамороженную буквально на днях. Звоню в Орел, в Орловскую больницу, с врачом, с главным врачом договорились. Звоню врачу, говорю, надо перелить свежезамороженную плазму. Через день больная умоляет перестать нас звонить в больницу, потому что врачи злые стали и не хотят вообще ничего делать. Вам это нормально звучит? Я не помню таких случаев, чтобы раньше один врач звонит другому и врач во-первых, мстит больному, во-вторых, категорически отказывается что-либо делать. Я не помню, что раньше такого не было. О какой там этике, деонтологии вообще речь идет? Но мы-то сталкиваемся с этим регулярно. Минимум раз-два в неделю мы звоним куда-то с тяжелым сердцем, потому что понимаем, что мы больному не поможем, а может быть и ухудшим ситуацию. А врачи в стационарах отказываются. Раньше этого не было. Раньше свежезмороженая плазма лилась рекой, ни у кого это не вызывало никаких сомнений. Всегда это приводило к хорошим результатам. Никаких осложнений я, честно говоря, за свою большую жизнь осложнений не видел, хотя их описывают. Ну, не знаю. хорошо. Больше вопросов я так вижу нет. Если я Амира не сдал, я надеюсь, ну, нет ли в бюро списка стационаров для рекомендаций, в которых согласятся выполнять наши рекомендации, нету, нету у меня такого. Нету, не могу договориться. Ни с кем. Очень жаль, и мне очень жаль, но больных жаль еще больше. Вот. Хорошо. Спасибо. Через неделю мы с вами будем разговаривать опять про железнодефицитную анемию. Представим несколько примеров тяжелых больных с ковидом и обсудим тоже какие-то подходы еще по ковиду. Всего хорошего. Спасибо.